Смешить зрителя дело не только интересное и веселое, но и выгодное. Это могут подтвердить самые высокооплачиваемые юмористы России. Однозначно лидером на российском рынке юмора является выросший из КВН Камеди Клаб. Телевизионное шоу очень быстро превратилось в продюсерскую компанию Камеди Клаб Продакшн, которая стала поставщиком не только телепрограмм, но еще сериалов и кинофильмов. Сегодня мы узнаем с вами о пятерке самых богатых юмористов России. Пятое место занимает российский шоумен, юморист, комедийный актер, сценарист, продюсер, бывший участник КВН, приглашенный резидент шоу Камеди Клаб и просто армянский красавчик роста метр шестьдесят три Михаил Галустян. Нашанико, здрасте, Мара, иногда сказать надо, да? Его годовой заработок составил 1,9 миллионов долларов. Ншан Сергеевич Галустян родился 25 октября 79 года в Сочи. С третьего по пятые классы учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Занимался в кукольном театре и в секции дзюдо при дворце пионеров. Галустян стал капитаном школьной команды КВН, которая выиграла у всех школ, училищ и даже вузов города и края. В 96 году Галустян закончил школу и поступил в медучилище, где учился по специальности фельдшер, параллельно играя в команде КВН «Утомленные солнцем». После окончания училища поступил в Сочинский государственный университет туризма и курортного дела на социально-педагогический факультет по специальности учитель истории и права, но не окончил его. Михаил был отчислен из института за непосещаемость. Все время уходило на репетиции, гастроли и игры. Забегая вперед, скажу, что в институте юморизм был восстановлен в 2003 году. В 2002 году стал капитаном команды «Утомленные солнцем». А уже в 2003 году команда стала чемпионом высшей лиги КВН, а также трижды завоевала летний кубок в 2004, 2005 и 2009 годах. Из КВН он пришел в проект ТНТ «Наша Раша», снялся в фильмах «Самый лучший фильм», «Гитлер, Капут», «Наша Раша», «Яйца судьбы» и еще в чуть более чем одном десятке талантливых фильмов. Прошу прощения, ох уж этот кашель. КВНщик успел побывать и продюсером таких фильмов, как «Няньки», и тот еще «Карлосон», «Билет на Вегас» и еще нескольких нетленок. Четвертое место занимает Игорь Юрьевич Харламов. Российский комедийный актер, наиболее известный под псевдонимом Гарик Бульдог Харламов. Зарабатывает около двух миллионов долларов в год. Ребят, ребят, мы же сборная России, но это все не то. Нам нужна бомба! Вы хотите бомбы? Их есть у меня! Я твой наркотик. Родился в Москве 28 февраля 81 года. Часто в качестве рождения указывает 29 февраля 80 года. Кх, х, сдабыл! Однако в одном из интервью Харламов назвал это ошибкой. При рождении был назван Андреем, но в три месяца ему поменяли имя на Игорь в память об умершем дедушке. Когда Игорь был подростком, его родители разошлись. Отец Юрий Харламов уехал в США и забрал сына с собой. В 14 лет в Чикаго Харламов прошел отбор в Харрендт, школу и театр. В группе он был единственным русским. Учителем Харламова оказался Билли Зейн, американский актер и продюсер, наиболее известен ролями фильмов 90-х. Фантом, байки из склепа «Рыцарь-демон» и «Титаник». В Америке Гарик подрабатывал, продавая мобильники и стоял за прилавком в Макдональдс. Вот это поворот! Через пять лет наш герой вернулся в Москву, после того, как его мать родила сестер-близнецов Катю и Алину. Он с двоюродным братом Иваном ходил по вагонам метро, пел песни под гитару и рассказывал анекдоты на Арбате. Гарик окончил Государственный университет управления по специальности управления персоналом. Был фронтменом команд КВН сборная Москвы Мами и Незолотая молодежь Москва, выступавших в высшей лиге КВН. Работал на Муз-ТВ, где вел передачу «Три обезьяны», был ведущим реалити-шоу «Офис» на телеканале ТНТ. Участник юмористических проектов «Бульдог-шоу» и «ХБ». Основную известность получил в качестве резидента «Камеди-клаб». Павел Снежок Воля находится на третьем месте нашего рейтинга. Павел – российский эстрадный артист разговорного жанра или же стендапа. Телеведущий, киноактер, участник телепроекта «Камеди-клаб». Его ежегодный доход – 2,4 миллиона долларов. Паша родился 14 марта 1979 года в Пензе. Был капитаном пензенской команды КВН Валион Дасон, в составе которой выиграл первую лигу КВН. Работал диджеем русского радио в Пензе под псевдонимом Павел. Как вы понимаете, с фантазией тогда еще было не очень. В 2001 году окончил Пензенский педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы». Сразу после окончания университета уехал в Москву для продолжения карьеры. В Москве начинал с работы прорабом на столичной стройке. Работал ведущим на Муз-ТВ, озвучивал Масяню в шоу «В гостях у Масяни». Привет! Привет! Как дела? Все хорошо? Отлично! Слушай, как тебе повесень? Можно на ты-то? Ну давай на ты. Ну и вообще, чтобы без всяких там. Также работал диджеем на радиостанции «Хит-ФМ». 9 апреля 2005 года в торговом центре «Атриум» состоялась презентация новой программы «Камеди Клаб». На презентации шоу были только журналисты и посетители торгового центра. Ту презентацию Павел Воля открывал своим выступлением, сразу же обозначив свое амплуа. Гламурного подонка, строящего свои выступления на оскорблениях других людей, например, журналистов, стоящих вип-зоне. Что надо было? Ну купи себе юбку, да подзадери что-то. Воля. Ведущий «Камеди Клаб», «Камеди Баттл», снимается в рекламе и кино, является владельцем звукозаписывающего лейбла «No Passport». Гарик Мартиросян, армянский и российский шоумен, юморист и телеведущий, сопродюсер, художественный руководитель и резидент шоу «Камеди Клаб». Продюсер телевизионных проектов от «Камеди Клаб», таких как «Наша Раша» и «Смех без правил». Автор идеи «Лига нации», креативный продюсер проекта «Шоу Ньюз». Вел проект «Минута слава» первый и второй сезон на Первом канале. Являлся одним из ведущих шоу «Прожектор Парри Силтон» и главная сцена. Гарик родился 13 февраля 1974 года в Ереване. Родители попросили записать даты рождения 14 февраля, так как, по их мнению, 13 – несчастливое число. Поэтому день рождения Гарик празднует два дня подряд. В семье он рос вместе с братом Ливоном. Несмотря на исключение из музыкальной школы за плохое поведение, Гарик позже все же освоил игру на рояле, гитаре, барабанах и смог сам писать музыку. После окончания школы продолжил образование в Ереванском государственном медицинском университете, где получил специальность невропатолога-психотерапевта. Врачом Гарик проработал всего три года, хотя профессия ему очень нравилась. Его ожидало другое будущее после знакомства с командой КВН. На первом месте Семен Слепаков. Доход 3,5 миллиона долларов в год. Бывший капитан команды сборной Пятигорска. С 2000 по 2006 год. Иду сегодня на игру, подходит ко мне мужчина, такой прилично одетый, говорит, Семен, скажи со сцены мою имя и фамилию, Ермолаев Петр Иванович. За каждое произнесение 100 долларов. А я говорю, эх, Ермолаев Петр Иванович, Ермолаев Петр Иванович. И не стыдно вам, Ермолаев Петр Иванович? У вас, Петр Иванович, Ермолаев ум есть? А тебя еще и смешные интересуют в этом случае? Да, я хочу смешные ответы, чтобы... А Ермолаев Петр Иванович... Которая в 2004 году выиграла финал высшей лиги. В 2006 году стал сопродюсером скетчкома «Наша Раша» на канале ТНТ. Продюсер сериалов «Универ», «Интерны», «Универ» «Новая общага». Выступает как автор-исполнитель с юмористическими песнями. Окончил Пятигорский государственный лингвистический университет, факультета французского языка и факультет государственного и муниципального управления по специальностям лингвист и менеджер. В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему «Рыночная адаптация воспроизводственного комплекса рекреационного региона». Тьфу ты, поназаканчивают институтов, хрен выговоришь. В 2005 году Семен Слепаков записал первый музыкальный альбом. С 2010 года как бар-десятник начал представлять свои песни в шоу Comedy Club. В 2010 году записал второй музыкальный альбом «Семен Слепаков. Альбом номер один», который, как сообщает Comedy Club, был некоммерческим проектом. В 2006 году совместно с резидентом Comedy Club Гариком Мартиросяном и продюсером ТНТ Александром Дулерайном реализовал проект «Наша Раша». В том же в 2006 году входил в авторскую группу спецпроектов на Первом канале «Весна с Иваном Ургантом», «Новый год на Первом». С 2012 года стал одним из продюсеров и сценаристом сериала «Саша Таня» из скетчкома «ХБ». С 2015 года продюсер сериала «Озабоченные» или «Любовь зла». Все известные юмористические проекты от КВН до Comedy Club — это в первую очередь успешный бизнес. Comedy превратился в мощнейший продюсерский центр и, по сути, влился в структуру ТНТ. Сумма сделки по покупке каналом 75% минус одной акции Comedy Club Production в 2010 году составила рекордные для российского медиарынка 10,3 миллиарда рублей. Какого? С тех пор компания только наращивала обороты.